Здравствуйте дорогие друзья! Это второй выпуск посвященный скрытым и неочевидным функциям в новой операционке iOS 11, о которых обычно не рассказывают на обзорах. Используйте свой девайс, ну если не на все 100%, то хотя бы на 99. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Если у вас поднакопилось много важных вкладок в Safari, то осуществлять ручной поиск сложновато. Да и нудновато, в iOS 11 интегрировали поле с поиском, запросы обрабатываются исключительно среди названий вкладок. Если пройти в настройки браузера Safari, то можно обнаружить новый пункт – автосохранение в оффлайне. Благодаря этой опции все материалы добавлены в список для чтения будут автоматически сохраняться для доступа в оффлайне. После срабатывания таймера в приоритете кнопка повторить, а уже ниже кнопка остановить. Это очень удобно, когда вы занимаетесь спортом, чтобы сразу начать следующий подход. В прошлом видео про неафишируемые функции iOS 11 я рассказывал про новую настройку, связанную с оптимизацией хранилища. Активировав пункт «Сгрузить неиспользуемое ПО», система будет автоматически удалять приложения, которые давно не использовались. Данные при этом сохраняются. После включения этой опции многие не смогли найти возможность отключения, а она расположилась в настройках App Store. В самом низу есть переключатель «Сгрузить неиспользуемое ПО». В приложении фото в меню шаринга изображения добавили новый пункт «Создать циферблат». После активации запустится приложение Watch и предложит просто замостить картинку или получить вариацию в новом циферблате калейдоскоп. Купить Apple Watch. Кстати, как вы думаете Apple Watch – нужный гаджет или все-таки понтовая вещь? Об этом расскажите в комментариях. Если пройти в настройки «Основные» и найти строчку модель, то вы не найдете никаких изменений, но если тапнуть по этой строчке, то отобразится версия устройства. На новых моделях iPhone эта опция конечно не такая актуальна, как на старых устройствах, когда на разные модели ставилась разная прошивка. Но все же. В номеронабирателей звонилки перенесли кнопку стирания с области с цифрами вниз. Владельцы фаблетов довольны, тянуться больше не придется. Правда удобнее было бы расположить этот элемент слева от кнопки вызова, а это было бы эргономичнее при крепком хвате устройства. Добавлена альбомная ориентация в плюс моделях iPhone и iPad на экран блокировки. Только вот работает эта штука при запуске этого экрана из того места, где был центр уведомлений. Непосредственно с заблокированного устройства эта штука не работает. Пункт управления в альбомной ориентации позволяет осуществлять прокрутку при большом количестве виджетов. Помимо того, что Apple обновила штатный видеоплеер, не все заметили, что системный регулятор громкости при его использовании больше не мешает просмотру видео. Теперь этот симпатичный ползунок в правом верхнем углу дисплея. Само по себе системное окошко за пределами плеера осталось. А еще в новом видеоплеере можно увеличивать картинку жестом Pitch to Zoom. Может быть когда-нибудь и понадобится, чтобы разглядеть какой-нибудь нюанс в ролике. В комментариях к этому ролику обязательно оставляйте обнаруженные нюансы в операционке, о которых я не рассказывал в этом и в предыдущих видео. Ну а на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, с вас лайк и подписка, а я пошел делать новые видео. Пока-пока.